Религия может преследовать интересы государства. Когда религиозный лидер одобряет кандидата, то за ним последуют и обычные граждане. И иногда, когда государство помогает церкви, то церковь чувствует себя обязанной перед каким-то политическим кандидатом. Взаимоотношения между церковью и государством очень интересны в Средние века. Когда мы подходим к Средним векам, нужно помнить, что Римская империя пала, однако продолжает существовать имперская система, где Папа — это новый религиозный император. Даже сама фраза «Папа» происходит из греко-римского триумфолизма. Когда Октавиан победил Марка Антония в битве при Акциуме, когда Клеопатра бежала в Египет и Марк Антоний вместе с ней, после войны Антоний заявил право на власть. Когда все успокоилось, Октавиан принял трон. Он принял титул «Цезарь Август». И вместе с этим он также взял титул главы Римской Церкви. Поэтому сочетания гражданской и религиозной власти находят корни в греческой культуре. Это было не только среди римлян. Вы также можете вспомнить короля Генри в Англии. У него было много жен. Вы знаете эту историю? Он не счастлив со своей женой. Потому он хочет развестись с ней. Он пишет папе письмо «Дорогой отец, я хочу развестись». И папа отвечает «Дорогой Генри, забудь». Генри отвечает «Хорошо, я забуду тебя и начну свою церковь». И до сих дней этот человек, который убил всех своих жен является главой официальной Британской Церкви. Церкви Англии. Она известна как Англиканская Церковь. Или Эпископальная Церковь. Формально возглавляет ее король. Проблема, которая возникла сейчас, что же делать с принцем Чарльзом? Весь мир знает, что он прелюбодействовал с Камиллой Боулс. И теперь Камилла развелась со своим мужем. Диана умерла. Поэтому он теперь женится на Камилле. И это лидер Церкви. Ну, мы не будем сильно на этом сосредотачиваться. Пусть британцы решают эту проблему. На сегодня я не буду подшучивать над англиканцами, так как сегодня я занят католиками. Во всяком случае, я хочу указать на то, что существует интересная связь между властью и религией. И в Средние века это проявлялось таким образом. Светские власти и религиозные власти соревновались друг с другом. Церковь думала, что обладает большим влиянием в какой-то сфере. И в другой сфере государство приписывало больше власти себе. И они очень интересно соревновались друг с другом. Поэтому начнем с символом их власти. Завтра вечером мы уделим внимание опустевшей Европе. Но я хочу вам сказать, в Европе не было сильных государств. Я родом из Соединенных Штатов Америки. В этот союз входят 50 штатов. И в каждом штате издают свои законы и вводят их в действия. Но эти государства не обладают автономией. Я из Техаса. Техас принадлежит большой федерации штатов. Техасцы платят налоги, которые поступают в федеральное правительство. Платят в казну штата и казну города. Это Техас. Сыновья и дочери присоединяются к федеральной армии. Из Техаса. И из остальных штатов. В определенном смысле Техас представляет собой отдельное государство. Но Техас все так же принадлежит большей коалиции штатов. Если вы посмотрите на Европу, которая состояла из всех этих небольших королевств, в каждом из которых был свой король, и эти короли были разрознены. Допустим, на этого короля нападает другой король. Придет ли этот король на помощь? Это не моя проблема. Это его проблема. Этот король не обязан помогать ему. В Европе было много государств, и не было централизованного правительства. И какой-то король правит в каждом из этих государств. Давайте посмотрим на королей. Допустим, у этого короля 85 тысяч акров земли. Допустим, это царство. Какие у этого короля были владения? У него был дворец. Он правит из своего дворца. Там находится король. У него есть корона. Он счастлив. Хорошо быть королем. Он прикупил себе одежку, особые одежды. И у него есть символ его власти, его скипетр. Еще у него есть жена. Она счастлива, хорошо быть королевой. Что еще есть у него? У него есть солдаты. Солдаты, которые служат на него. Так же у него были рыцари. И много крестьян. Кто-то ведь должен обрабатывать всю эту землю. Зарабатывать деньги. И принести все деньги королю. Много-много крестьян. Вот какое у него царство. У этого короля похожее царство. У второго что-то аналогичное. У них есть своя земля. И они преследуют свои собственные интересы. Может быть, этот король сходится с этим. А может, нет. У него есть свое небольшое правительство. И в царстве есть церкви. Эти королевства не сотрудничают вместе. Но в каждом королевстве есть место для церкви. И когда у этих царств нет центрального органа управления, то контроль над всеми этими церквями осуществляется из Италии. И если посмотреть на церковь, ее организация и управление намного лучше, чем во всех этих королевствах. как и у светских властей были свои дворцы, короны, одеяния, скипетр, армия, крестьяне, и налоги. Все это было и в церкви. И в церкви были свои дворцы, которые умышленно были так построены. И они будут намного превосходнее светских дворцов. Король правит из этого дворца. Мы назовем этого человека епископ. Хорошо быть епископом. Он счастлив, у него есть власть. Пару слов о головном уборе. У королей были такие короны. Металлический обруч, от которого отходили металлические прутья. Внутри помещался бархатный колпак фиолетового цвета, по краю которого вставлены драгоценные камни. Видели вы когда-нибудь такую корону? Вот такие короны они носили. В этом есть нечто символичное. Фиолетовый бархат находился под металлической частью короны. Фиолетовый бархат был символом церкви. И это было указанием на то, что церковь находилась под властью государства. Головные уборы епископов. Большая фиолетовая корона. Драгоценные камни по окружности. Что говорило о том, что церковь намного влиятельнее государства. Они соревнуются друг с другом и даже используют символы, указывающие на то, кому принадлежит больше власти. Скипетр светского правителя изготовлен из золота и серебра, в который вставлены драгоценные камни. Это символ его власти. И он восседал на троне со своим скипетром, символом власти. У епископов также были скипетры, которые были намного больших размеров. Это были посохи пастуха, изготовленные из золота и серебра. Они были больше и красивые. Это символ их власти. И, конечно, у светского правителя были особые одежды, особые одежды короля. Таким же образом и у религиозного лидера было особое облачение. Игра слов. Кстати, тот, кто принимает религиозную власть, он обладает властью. Существовало особое одеяние. У светской власти были свои дворцы. И у религиозных властей свои. Был светский король и религиозный король. У религиозных лидеров также была собственная армия. Свой военный регламент. А армия церкви противодействовала армии государства. Например, Бернал Клерворский призвал к крестовому походу. И один миллион мужчин пошли на войну только потому, что он так сказал. У религиозных лидеров были свои армии. И не только постоянные армии. Но также они могли мобилизовать крестьян. И если Италия хотела начать войну, то они могли разослать послания по всем своим церквям, чьи мужчины могли присоединиться к ним в войне. Эти децентрализованные светские власти не могли так сделать. Поэтому у церкви были свои собственные войска, крестьяне и налоги. Как церковь собирала у людей деньги? Ну, церковь собирает, потому что ей принадлежит большая часть земель. И крестьяне работают на землю. И прибыль от торговли поступает в церковь. У церкви был свой бизнес. И вся прибыль оставалась в церкви. Вот как они собирали деньги. Существовали религиозные налоги. И это станет проблемой, так как будет способствовать началу протестантской реформации. Папа хочет украсить базилику Святого Петра в Риме. Был ли кто-либо в этом соборе? Я тоже там был. Очень-очень красивое здание. Кто заплатил за это? Папа хочет украсить базилику. Но все поступившие деньги тратят. Мы склонны потратить все, что у нас есть. Если на следующей неделе вы получите новую работу, где вы заработаете больше денег, вы не скажете, «А, я не потрачу больше денег». Нет, вы купите дом побольше, машину подороже, «В следующем году вам все так же не будет хватать денег, как и сейчас». Потому что мы склонны потратить все, даже наши запасы. Поэтому Папа собирает все эти деньги в Италии. и он хочет осуществить проект базилики святого Петра. Поэтому он разрабатывает план продажа индульгенций. Он говорит, «Люди грешат постоянно. они не очень хорошо чувствуют себя от этого. Поэтому мы дадим им особое религиозное помилование в их грехах, если они только заплатят хоть немного денег. И они смогут купить прощение грехов не только для себя. Но давайте представим, у одного человека умирает его несчастный отец. Мы попросим у него немного денег. И он получит прощение не только своих грехов, но также и прощение своему отцу, который горит в чистилище. Нужно заплатить всего лишь пару долларов. Как только монета зазвенит в ящике, душа вылетит из чистилища. Люди были очень суеверны. Поэтому они платили деньги за прощение своих грехов. А Папа использует деньги на строительство здания. грехов Что происходит в Германии? Германцы поумнели. Римская империя. Германцы были далеко от Италии. Они никогда не влились в священную римскую империю. и римская империя была очень слабой. А германцы поумнели. Приходит Мартин Лютер. Знаете, они не должны продавать индульгенции. Это не очень хорошо. И, конечно же, Лютер прав. И все короли германских провинций взяли на вооружение идею Лютера. И сказали, а с какой-то кстати все наши денежки должны уплывать в Италию. Какое отношение германцы имеют к итальянцам? Германские крестьяне обрабатывают земли католиков. А католиков контролируют итальянцы. Поэтому все силы германцев уходят в Италию. Когда приходит Мартин Лютер, он жалуется на злоупотребление финансами. И говорит, мы не должны отдавать наши деньги в опрощение грехов. германцы говорят, это очень хорошая идея. Все германские правители думают, о, какая хорошая идея. Тогда Мартин Лютер говорит, нам нужна собственная германская церковь. Германские короли говорят, это очень хорошая идея. Италии. Потому что все деньги останутся в Германии. Кому какое дело до Италии. И в конце концов присоединяются другие. Все страны вдали от Италии говорят, кому это надо? Страны, расположенные ближе всех к Италии, остаются под их пристальным контролем. Ну, конечно, теперь у церкви есть армия. Ну, давайте свои новые мысли и идеи. Давайте объясните это перед вашей инквизицией. Хороший шанс сказать речь перед инквизицией. Вы можете попасть навстречу. Но со встречи вас вынесут в гробу. Поэтому нужно было запугать население раболепством. В любом случае, я заинтересован в природе взаимоотношений между гражданской и религиозной властями, которая отличается своеобразной конкуренции. Каким-то образом религиозные власти служили государству. Так же, как и государство может служить церкви. И я хотел бы напомнить еще раз, что в средневековой Европе не было ни одного приличного гражданского правительства. Однако религиозная система управления была очень хорошей. Римская церковь объединит людей в религиозном содружестве и поможет зацементировать послушание государству. Священники будут обладать значительной властью. Подумайте об этом пару минут. вы крестьянин в средневековой Европе. Одна треть населения умирает из-за чумы. Люди везде видят смерть. И не только высокая детская смертность. Женщины умирают во время родов. Мужчины идут на войну, где их убивают в битвах. Люди видят смерть постоянно. И вот священник, который позиционирует себя так, что люди ему верят. «И если кто-либо встретит смерть без благости церкви, то он будет гореть в аду». Было латинское выражение «extra ecclesia non solus». Что означает «за пределами церкви нет спасения». церковь учила без благословения церкви, римской церкви в частности, никто не может спастись. Важно повиноваться священнику. он обладал религиозной властью. Средний человек не мог даже прочитать Библию. Книгопечатанию исполнилось всего 500 лет. У кого были книги тысячу лет назад? Только у богатых людей. Кто научился читать? вы не хотите, чтобы крестьяне умели читать, потому что чтение дает знание, и знание дает власть. Людей можно изменить с помощью знания. Вы не обучаете рабов читать. Кстати, в Америке были такие законы, которые не позволяли учить рабов чтению. Когда люди невежественны, их легче контролировать. Эти рабы растут у них на глазах. Люди суеверны. Люди боятся смерти. Они везде видят смерть. они верят, что церковь, что можно спастись только через церковь. Поэтому у церкви была значительная часть психологической власти, контроля, так же, как и социальной власти. Итак, власть развращает. возникали различные проблемы в римской церкви. Симония. Епископ церкви при власти умирал. епископ остается открытым. Им нужен новый пастор. Кто станет там пастором? Как он станет пастором? Я скажу вам, они покупали должность. Должность уходила тому, кто предлагал высшую цену. еще один аспект средневековой Европы. Поговорим о богатстве. Давайте представим, вы мужчина, и вам принадлежит земля площадью в 10 тысяч акров. 10 тысяч акров. И эта земля дает определенную прибыль, урожай. У вас 10 детей. После вашей смерти вы бы отдали своим детям по тысяч акров? Знаете, у меня два сына. после моей смерти и смерти моей жены все наше имущество мы разделим поровну на наших детей. Вы бы поступили так же? В средневековой Европе богатство изменялось площадью земли. Если у вас 10 тысяч акров и 10 детей, то разделите ли вы землю поровну на ваших детей? Нет. Это называется система primogenitiv. Prima означает первый и genitiv ген. Что происходит? Господин завещает свое состояние первому сыну. Не будет никакой пользы от того, чтобы разделить состояние на 10 сыновей. Если он разделит состояние на 10 сыновей, и затем их дети разделят на своих детей, то через два поколения ничего не останется. Неприметные маленькие родственники, которые борются друг с другом. У вашего первого сына будет земля. Другой сын пойдет в армию. генералом. У него будет власть. Он сможет завоевывать другие земли. Одного сына вы бы послали в церковь. У церкви также была власть. Но над всем состоянием будет один господин. Что он делает? у влиятельной церкви есть вакансии пастора. Что он делает? Он покупает должность для своего сына. В этом была проблема. Еще одна проблема — непотизм. В одном городе был епископ. У его брата есть сын, который хочет стать священником. И этот епископ будет использовать свое влияние, чтобы его родственник занял где-то хорошую должность. Это называется непотизм. Покровительство родственников. Существовала еще одна проблема — внебрачное сожительство. с тех пор, как Генри Первому не позволили жениться. У священников были любовницы. И это стало проблемой. Знаете, они проводят раскопки вокруг монастырей и находят скелеты младенцев. Существовала проблема в римской системе. И вопрос состоит в том, прореагировала ли церковь правильно на эти проблемы. Были различные попытки ввести необходимые изменения внутри церкви. голоса внутри римской системы, пытавшиеся исправить римскую церковь и возвратить подлинную веру. Например, Мартин Лютер. Вы слышали о нем раньше? Он один из отцов протестантской реформации. В 1517 году, 31 октября, Мартин Лютер повесил 95 тезисов на дверях Виттенбергской замковой церкви. Так он бросил вызов католической церкви. В частности, вызов доминиканцев против продажи индульгенции. Продавцам прощения грехов. Мартин Лютер говорит, давайте обсудим это публично на городской встрече. Пытался ли Мартин Лютер основать новую церковь? Нет, Мартин Лютер пытался откорректировать проблему в своей церкви. Кто был Мартин Лютер? Он был католическим священником. Он был доктором теологии. Мартин Лютер учил и готовил католических священников. И в связи с этим он учил Библию. Он внимательно изучил послание к римлянам. Он знал, что праведный верою жив будет. И он знал Библию, в которой говорилось, что прощение грехов пришло от Иисуса, а нет кого-либо иного. И события, происходящие в его церкви, очень огорчали его. Если вы посмотрите на эти 95 тезисов, когда Мартин побудил доминиканцам к дебатам, он защищает папу шаг за шагом в своем призыве. Его аргумент — папа не знает, что происходит. Папа не знает, что говорят под его именем. Мартин Лютер не пытается разорвать католической церковью. Он не пытается начать новую церковь. Он пытается реформировать свою церковь, но люди не хотят слушать его. Они начали сами бороться. и Лютер ответил. И в конце концов они разорвали. Но Мартин Лютер был католиком. Мартин Лютер никогда не думал, что невозможно спастись в католической церкви. Кому-то из вас это не понравится. Мартин Лютер верил, что человек может найти спасение в католической церкви. Его проблема не в том, что люди не нашли спасение в церкви. Проблема Мартина Лютера в том, что он был погребен под такой кучей мусора. Мартин Лютер думал, что люди изобрели так много правил, традиций, так много не библейского, но и антибиблейского. Он уподобил это мусору. Он думал, если кто-то найдет Иисуса в католической церкви. Но вам нужно просеять весь этот мусор традиций, чтобы найти Иисуса. Мартин Лютер хотел превознести Евангелие в римской церкви. Он хотел, чтобы римская церковь провела реформацию, но вместо этого его вышвырнули. Идея лютеран нашла последователей. Однажды группе монахинь удалось сбежать из монастыря, скрываясь в бочках из-под вина. Эти монахи не хотели присоединиться к лютеру. Они не могли просто пойти к главной матушке и сказать, «Мы уходим». поэтому они убежали в бочках из-под вина. И они пришли к лютеру. Лютер организовал браки для каждой из них. Но была одна женщина. Она была слишком сильной, слишком откровенной. Она даже немного пугала мужчин. они думали, что она была немного нахальной. Но Мартину она понравилась. Мартин полюбил ее. Мартин женился на ней. Кстати, у них был очень хороший брак. Но Мартин Лютер был священником. Его жена была монахиней. церкви. Они бы не хотели покинуть римскую церковь. Они просто хотели изменить ее. Но их выгнали. Были другие, которых не выгнали из церкви. Например, вы слышали о Святом Франциске. Франциск был хорошим человеком. Знаете, что католическая церковь контролировала имущество и людей? Некоторые священники говорили, что это неправильно. И они организовали то, что называется орден нищих монахов. «Они оставили религиозные дворцы и жили с простыми людьми. Носили простую одежду. Они работали с обычными людьми. Они жили на то, что каждый давал им. похоже на мать Терезу. После ее смерти все имущество состояло только из двух платьев и молитвенной книги. Она отдала свою жизнь работе с бедняками. Были какие-то реформаторские движения внутри римской церкви. Пример тому святой Франциск Франциск посетил Рим и Папа Римский услышал об этом человеке. Обычно, когда кто-то ехал в Рим, если священник посещает Рим, то он одевается очень красиво. Если бы меня пригласили посетить президента Соединенных Штатов, то я бы купил новый костюм. Я бы почистил и отполировал свои драгоценности. Я бы подстригся. Конечно, у меня не так много волос, но я бы хотел выглядеть очень хорошо. И святой Франциск попадает на аудиенцию к Папе. Он едет в Италию. не приодевшись. Папа находится на своем троне и смотрит на этого человека, о котором он слышал. Его сердце тронуто. Он говорит, Франциск, ты помогаешь беднякам. Ты проповедуешь Евангелие. И Папа посмотрел на него. Папа и говорит, Франциск, ты такой, каким должны быть мы. Поэтому это тронуло Папу. Но даже и Франциск со всем его влиянием не смог изменить средневековую церковь. Знаете, я посмотрел на часы и понял, что нужно уделить время вашим вопросам и ответам. Я бы мог сказать намного больше. Я хотел бы три минуты уделить обзору уже пройденного материала. И в это же время подумайте о вопросах, какие вы могли бы задать. Сегодня вечером мы начали третью из четырех частей курса истории церкви. В частности, мы рассмотрели средневековую историю. Я рассматриваю аспекты европейской социальной жизни в период между 517 и 590 годом. Мы увидели, что в древнем периоде христианство представляло собой презренную субкультуру. Государство преследовало церковь. И что-то удивительное произошло в средние века. Государство не преследовало церковь. Но вместо этого государство и церковь женились друг на друге. Таким образом возникает объединенная власть. Когда церковь обладает значительной властью внутри государства и наблюдается интересная взаимосвязь между религиозной и светской властью. И в средневековой церкви были злоупотребления властью. Внутри церкви также существовали реформаторские движения. Но на эти призывы к реформам никто не обращал внимания. Также в связи со всем этим мы рассмотрели еврейский вопрос. Евреям не очень хорошо жилось под контролем средневековой церкви. Евреев принуждали жить в гетто. Жить в бедности. Я не говорил вам этого, но хочу завершить этим. Пару минут уделить взаимоотношениям евреев и арабов. Матиас рассказал мне, что в Бразилии евреи и арабы настроены дружелюбно по отношению друг к другу. Если вы посмотрите на средние века, евреи делали все возможное, чтобы убежать из христианской Европы и добраться до территорий, находившихся под исламским контролем. Евреи просто обожали исламские страны. Евреи убегали в исламские страны, потому что там они не подвергались дискриминации. Мусульмане принадлежали к семитским народам. Еврейский народ также принадлежит к семитам. Существуют определенные религиозные различия, но все также есть взаимосвязь. Евреи процветали на исламских территориях. На христианских территориях евреи претерпевали невзгоды и бедность. Их называли убийцами Христа и осужденными. Для мусульман это не играло никакого значения. В исламском обществе евреи могли процветать. мы поговорим немного об этом завтра. Сегодня мы рассмотрели некоторые аспекты средневековой Европы. Мы рассмотрели взаимоотношения между церковью и государством и вопросы имеющие отношение к этому. Хочу поблагодарить вас, что вы обращаете пристальное внимание на мои слова. Теперь я хотел бы уделить свое внимание тому, что вы бы хотели сказать и ответить на ваши вопросы.